Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какое новое мини-загадочное приключение добавили в обновленный лес Холлов, какая ярмарка привела на Юрок, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider'ов, Life'а и донатной валюты Star Coins'ов. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. На этой неделе волшебство в лесу Холлов стало намного больше и нам добавили первое задание в обновленном лесу. Так что сегодня мы будем с вами его изучать. Оно связано с прокачкой репутации, поиском светлячков и магией. Но так как я очень люблю магию и в принципе леса, я конечно же хочу пройти это все вместе с вами. Любопытно. Надо изучить его поближе. Осмотрю загадочный рунный камень в лесу Холлов. Я кажется забыла включить звук. Мы осмотрели камень и он разломался на несколько кусочков и эти кусочки летают в воздухе. Да, я забыла включить музыку. Так, продолжаем. Ух ты, рунный камень словно ожил. О, это наш старый знакомый, рунный бегун, насколько я помню. Счастливый довольно красавчик. А он у меня есть в конюшне. Спасибо за это, мои соклонницы. Рунный бегун встает близко-близко и фыркает тебе в лицо. Так лошадка здоровается и просит следовать за ней. Мы, кстати, получаем опять же за эти задания очень много репутации, точнее опыта. Мы получаем много опыта персонажа и для лошади. Это хорошо. Чувствую, такими темпами 25-й будет не за горами. Лошадь не открывает рта, но ты словно слышишь ее мысли. Я вижу в тебе потенциал. Вперед, нужно скакать дальше. Ну что ж, мы скачем дальше. Ну, я уже заранее знаю, где мы окажемся. Наверняка это Вейлдейл. Лошадка требует моего внимания. Мне очень нравятся эти видео-вставки. И надо сказать, что... Ух ты, мы повышаем уровень. Надо сказать, что разработчики с годами улучшают вот эту технику преподнесения заданий. Кстати, да, ромашки стали немного больше. Я только потом, после обновления прошлой недели, заметила, что здесь растения намного крупнее, чем в других локациях. И это, по-моему, второй раз, когда в сюжете у нас мелькает рунный бегун. А, это еще не все. Так, сейчас мне не нравится, как выглядит. О, вот так вот лучше. Добро пожаловать в лес Холов. А может, ты уже здесь бывала? Меня зовут Уинна Санбин. Это мое гнездышко на Юрике. Познакомься с Уинной и лесом Холов. А как тебя зовут? Это мать? Это мать Элизабет, что ли? Или сестра? Твоя фамилия мне знакома. Да, давным-давно мне помогла одной девушке поселиться в этой странной деревне. Взяла под свое крыло, так сказать. А она взяла мою фамилию, чтобы начать с чистого листа. Раз ты не хочешь называть свое имя, пожалуйста, я сама его для тебя придумаю. Так, сейчас. О да, есть идея. Я назову тебя Букашка. Так вот Букашка, нам надо многое обсудить. Одна лошадка нашептала мне, что ты пробудила рунный камень, и это очень любопытно. Ты наверняка заметила, что в лесу Холов есть что-то волшебное. В деревне Вейлдилл обитают защитники Айден, друиды и прочий народ из древнего ордена, который служит богине Айден и заботится о ее наследии. Это я знаю. Конечно, ты да глубоко понимаешь этот лес и окружающие его места. Я заметила это сразу, как только ты и мохнатая былинка заехали в наши края. Однако некоторые стороны нашего мира недоступны даже Айден. Позволь, я объясню. Не всякий защитник Айден – друид, и не все друиды – защитники Айден. Я предпочитаю посвящать время лесу, и в этом проявляется моя связь с Айден. Другим ближе борьба за правое дело. Они стремятся воссоединить легендарных духовных наездниц и помешать темным силам. Но какое бы занятие ни выбрал себе любой друид, одно неизменно – лес Холов, наша волшебная песочница. Я думала, она скажет «Волшебная обитель». Почему песочница? Почему мы так принизили этот лес? Я в шоке, то бишь, Элизабет, ее, ну как сказать, помощница. Вот как вот бывает в историях у путешественников, там, у магов или у рыцарей помощники, которые по мере путешествия становятся с ними, там, сильнее. Это вот то же самое. Я думала, это ее мать. Пожалуй, для следующего рассказа лучше немного прогуляться по окрестностям. Давай немного пройдемся. Ты готова узнать больше о разных ветвях учений андруидов? Отправляйся вслед за Уинной и узнай про учения андруидов. Это уже мне напоминает фэнтези онлайн игру. Кое какую. Так, ну вообще это очень-очень все интересно. Но теперь у меня больше вопросов стало, чем ответов. К примеру, откуда тогда Элизабет на самом деле? Это мне прям очень-очень стало интересно. Но, к сожалению, мы теперь об этом не узнаем. СССР очень любит давать нам разные наводки, разные истории из прошлых, из прошлого некоторых персонажей. А потом не давать нам на них ответа. У друидов есть три основных пути для постижения мира. Путь Терры, путь Рунологии и путь Фантазии. Путь Терры включает все, что связано с нашей планетой. Садоводство, изучение растений, приготовление настоев и единение с Землей. На этом пути тебя будет сопровождать Гайя. Так, ну дальше. Руны и камни, древние монументы, разбросанные по всему острову. И в лесу Холлов их магическая сила особенно велика. Друидам надлежит изучать их и расшифровывать древние тайны. На этом пути тебя будет сопровождать Джейд. Так, а это кто? И, наконец, последний, но не менее важный путь. Путь Фантазии. Как следует из названия, его последователи всегда что-то выдумывают и стремятся к новым открытиям. Это Эвергрей. Я знаю. На этом пути тебя будет сопровождать Рианш. Однако не только мы, друиды, приходим сюда играться с магией. Нет, бьющая через край колдовская энергия привлекает и волшебных лошадей. Правда, нынче их совсем не видно. Но, возможно, пока ты будешь в лесу, они вернутся. У нас будут новые лошади наподобие рунного бегуна, которых нужно будет получать репутацию, я так полагаю, да? Тихо-тихо-тихо. Понимаю, я вывалила на тебя много информации, но я в тебя верю, Букашка. Вскоре ты постигнешь все тонкости учения андроидов. Да что с такое, в Диколесии нас называли Белкой, теперь Букашкой. Можно что-нибудь нормальное когда-нибудь? Мы начнем с Пути Фантазии. Кстати, это то, что мне больше всего и понравилось. Подойди к большому рунному камню, мы зовем его главным камнем. Здесь ты можешь выбрать, какую ветвь учения андроидов хочешь постичь. Можешь выбрать одну или все сразу. Так теперь сосредоточься, впусти дух Айден и открой себя для избранного пути. Здесь ты можешь открыть различные ветви учения андроидов. Здесь показано, сколько у тебя света и можешь открывать все пункты с помощью света. Нажми пункт, чтобы узнать о нем побольше. Ловли светлячков. Поговори с Уинной и узнай секрет того, как аккуратно собирать свет Айден у светлячков в лесу холов. Разблокировать. Так, мне мои сокловники, которые очень активно играют со дня обновления, сказали. Точнее, уже даже посоветовали, какой путь, что нужно качать. Но я забыла. Но потом почитаю, потом посмотрю. Обычно я иду наперекор общему мнению, потому что мне так хочется. Причесочки, амуниции, одежда. Это что у нас? Питомцы? Хрустик и трюфель? Ну, вообще это очень классно. И мне такая суть, такие ветви знакомы. След светлячков к опутанным мешочкам. Что-то еще есть с сергией фантазерки. Мне вот это, скажем так, ветви талантов знакомы со времен World of Warcraft. С этого начинается настоящее приключение. Кстати, передаю привет всем, кто попал в это видео. В лесу холлов водится великое множество светлячков. Однако, это не просто светящиеся насекомые. Они воплощают саму магию леса. Эти светляки несут волшебный свет. Я не знаю, почему у меня, кажется, у нее такой голос, но... Ну, почему бы нет? Так, ну ладно, 10 светлячков. Их нужно нажимать? Нет, их можно просто проезжать насквозь. Это хорошо. Так. Сейчас мы соберем 10 светлячков. Быстренько. 9-10. Итак, мы собрали 10 светлячков. Возвращаемся обратно к Уин. Я забыла, как их зовут. Мне сложно пока запомнить имя новых персонажей. Уин. Уже вернулась? Видимо, твоя связь с лесом куда глубже, чем можно вообразить. Ты в самом начале пути. Тебе еще многое предстоит открыть. Тебя ждет целый лес, где кипит своя бурная жизнь. Исследуй лес, и твоя любознательность принесет ценные плоды. Я буду здесь. Приходи, если захочешь о чем-то спросить. По мере постижения разных путей друидов, ты узнаешь, как еще можно собирать свет и взаимодействовать с лесом холов. Прекрасно, ты славно потрудилась, букашка. Пусть Айда наберегает тебя в пути. И надеюсь, я еще встречу тебя в моих краях. Так, ага, вот мы выполнили у нас ежедневное задание. И у нас теперь открыты все вот эти ларечки. Давайте посмотрим. Это у нас садовый порошок. Кстати, да, надо будет активировать коды, которые нам подарили разработчики. Они сейчас отображаются на экране. Если вы их введете, то получите некоторые подарочки, связанные с этим сюжетом. Так, некоторые старлы тут еще заблокированы. Но что-то уже можно посмотреть. Нет, тут у нас тоже все закрыто. То есть магазинчики-то активировались после обновления. Но мы их пока не можем посмотреть. Говорит, здесь мы тоже не можем. Тут тоже пусто. Тут тоже пусто. Так, ну давай посмотрим, как это дерево ветви талантов выглядит сейчас. Ага, то есть в принципе мы... А почему у нас путь Терры пока что закрыт? Что-то нужно сделать? А, нам нужно его открыть. 75. Нужно 75 света. Так, а здесь у нас что доступно? Везде я смотрю макияжи, прически, одежда, амуниция, питомцы. Кролики из рунного камня. А это, по-моему, если я не ошибаюсь, это питомцы, которые уже были ранее добавлены в игру, да? Так, а это что? Макияж метки Пандоры. А, да, я видела, как будто проклятие. Ну что ж, это очень интересно. Нет, как путь Терры открыть, я пока не понимаю. Видимо, это будет чуть попозже. Так, радостная собирательница света уровень 1. Свет можно собирать с короткого расстояния, что облегчит сбор. 150. Ну понятно, сейчас все игроки то и делают, что бегают по лесу и собирают светляков. Ну, в принципе, это очевидно. На следующей неделе, кстати, заранее вам расскажу. Нас ждет продолжение истории леса Холл. И будет добавлена какая-то следующая его часть. Это очень интересно. Ой! Ого! Ого, что это? Я что-то собрала, я не знаю, что это. Что? А тут что? Кто ты? Обмен. 5 садового порошочка на 124 света. Как я вам нравилась это находить. Вот чтобы мне в одной игре так везло с такими рюкзаками, сумками. Так, здесь тоже что-то. А, это бутылка. Это просто бутылка. Это светлячки. Ну что ж, это очень интересная сюжетная леса. Очень классно, что добавили вот такую ветвь. Я вообще не думала, что ее можно добавить именно в Стар Стейбл. То есть, в других фэнтези-играх это обычная и основная часть сюжета. Но здесь, в мире Юрвика, я вообще не ожидала таких вот ветвей с прокачкой репутации и кучей бонусов, одежды и питомцев. Это очень интересно. Но давайте же еще посмотрим, что нам добавили в этом обновлении. К нам вернулась ярмарка в Морланд. На удивление, прошло не так уж много времени, а она вернулась. И, насколько я помню, впервые к нам приехали скидки на магических лошадей. Так что, это очень приятный бонус. На всех лошадок, которые продаются на ярмарке, скидка в 50%. Здесь у нас есть и магические андалузы, фризы, пасафина, ахалтикинцы, аполузы. И все, да. У нас есть, получается, Айла, Умбра, Алдрак, Варамаур, Кальдер, Эфира, Кампа, Стеллина, Протейседна. Вот эти вот парочки, которые продавались обычно отдельно. А тут скидка на всех магиков. И это очень приятно. Это очень приятный бонус, на самом деле. Такая некая возможность покупать магических лошадей даже тем людям, у кого нету старайдера. То есть, теперь вы уже можете точно знать, что раз в год, наверняка раз в год, я думаю, чаще они будут делать, только если других лошадей ярмарку, не именно этих коней, то раз в год будет приезжать скидочная ярмарка, на которой будут разные лошадки. И, возможно, вот если вы хотите какую-то лошадь, но вы не хотите ее покупать за те же, там, 900, 850 старкоинцев, 950 старкоинцев, то вы можете понадеяться и верить, и подождать, когда приедет ярмарка. А она обычно приезжает не одна, то есть она приезжает одна, и через какое-то время сразу приезжает следующая. Ну, может быть, с разницей в неделю. А иногда и две недели подряд, там, три недели подряд приезжают просто разные лошади. Так что, да, это очень классно, что они так начали серьезно развивать эту ярмарку со скидками. Здесь также у вас есть шкаф, продавец с вкусняшками и продавец одежды. В этот раз у нас со скидкой продаются вещи из старого леса холлов. Тут, кстати, очень классные сеты, я их до этого не покупала, не знаю почему, не хотелось, наверное. Но сейчас почему бы и не купить комплекты мне нравятся, в особенности вот кофточка синяя с шапочкой. Амуниция меня, если честно, не особо интересует. Хотя вот некоторые сеты я покупала, причем даже знаю на кого я покупала их специально на Клейдес Дали и на, по-моему, на Мустанга еще. Вот шапочек у меня уже здесь нет, я их выкупила. Кофточки, а я не знаю, нужны ли мне эти кофточки. Как-то они не особо мне вызывают особого желания их покупать. Ну, наверное, зеленые куплю. А хотя чего уж, давайте скупим все, кроме вот желтого и бежевого. Мне они не особо нравятся, есть более приятные варианты. Вот такая вот, в общем, ярмарка. Она будет находиться в Морлэнде до 29 ноября и после обновления в среду данного числа покинет Юрвик до следующего раза. Но учтите, что в следующий раз уже будут другие кони и другие скидки на вещи. Также у нас есть скидка на питомцев. И, к сожалению, хрушек в этот раз не завезли. Скидка действует как раз на магических питомцев этих самых магических коней. Скидка на Тею и Лок. Это котики волшебных Пасафина. Дальше у нас Адмирал Полосатик и Капитан Плавник. Волшебные питомцы магических Аполлус. Виверна Каланди и Виверна Хапанди. Волшебные скатики магических фризов. На них тоже действует скидочка, поэтому вы можете купить котиков за 175 старкоинцев, а скатиков за 200 старкоинцев. Кстати, тоже хороший бонус. Вот за такую цену я бы питомцев покупала. Ну, допустим, если бы они у меня были впервые. Так что запомните, 29 ноября в обновлении в среду данная ярмарка покинет Юрвик до следующего раза, но уже с другим ассортиментом. И напоминаю, что еще у нас есть волшебная счастливая неделя для наших лошадок. 7 дней с обновления в среду вплоть до 29 ноября также будет действовать бесплатная счастливая лошадиная неделя. Вы можете не кормить ваших лошадок, они будут счастливы до обновления. Это позволит нам немножечко, допустим, сэкономить. Ну, а если же вы покупали свой уход за старкоинцев конюшни, то он у вас продлится на еще несколько дней вперед, то бишь плюс 7 дней. Так что вы ничего не потеряли. Ну, и на следующей неделе тропы в лесу холов пополнятся новыми наградами. Ожидаем, когда же они их нам добавят. Ну, а на этом все, я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Меня такое чувство, или вы этих кучеряшек в очередной раз переделали анимацию? Ну, дубы все такие же длинные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!